Спасти древний памятник, оказывается, Триумфальную арку в Пальмире можно восстановить. Правда, это обойдется в крупную, в кругленькую сумму денег. Наталья Бухмина составила примерную смету объекта и выяснила, на какие объекты сделают основной упор. Тратить деньги и немалые придется еще до начала реставрации. Прежде чем приступить к восстановлению памятников, предстоит заново отстраивать инфраструктуру. Ведь специалистам нужно не только работать, но и элементарно где-то жить. Налаживать свой разрушенный войной быт пытаются и обычные люди. Сегодня пальмирцы выживают за счет электрогенераторов, а воду берут из временного колодца, который пробурила российская армия. Водопровод, электричество, все это придется проводить в Пальмиру заново. Эксперты не могут дать четкого ответа, во сколько это обойдется, но нижняя планка это 200 тысяч долларов. Теперь, собственно, сама реставрация. От взорванного игиловцами храма Белла почти ничего не осталось. Повреждение огромное, святилище храма превращено в груду обломков. Они настолько мелкие, что реконструировать храм, по мнению экспертов, просто невозможно. После мощнейшего взрыва уцелела только часть западной колоннады. И все это благодаря тому, что еще в 30-е годы ее укрепили французские реставраторы. Ну, конечно, памятник можно восстановить по фотографиям и чертежам, но это будет самый обычный новодел, который, однако, тоже влетит в копеечку. Сколько, говорить, наверное, пока рано, но уже сейчас понятно. Работы займут минимум 4 года. А пока необходима срочная консервация хотя бы того, что осталось. Святилище храма Баал-Шамин разрушено полностью. Но вот, к счастью, здесь архитектурные обломки достаточно крупные. Это позволит воссоздать храм в первоначальном виде, правда, только снаружи. Внутренние интерьеры, уверяют, навсегда утеряны. Учитывая небольшие размеры сооружения, реставрация займет меньше времени. Это где-то 2-3 месяца. И относительно небольшие финансовые затраты на это уйдут. Но цена вопроса около 175 тысяч долларов. У триумфальной арки, знакомой по многим учебникам истории, полностью разрушены своды. Но сохранились пилоны, хотя и со значительными повреждениями. Их, по сути, следует собирать заново. По предварительной оценке, арку можно восстановить в достаточно короткие сроки. Это где-то 9-12 месяцев. И при разумных финансовых затратах. Однако после реставрации памятника он будет процентов на 60-70 состоять из современных материалов. А цена ремонта составит как минимум 400 тысяч долларов. Погребальные башни и подземные гробницы также очень сильно разрушены. И возможности, а главное, целесообразность их воссоздания следует изучать в каждом конкретном случае. Помимо всего, безвозвратно уничтожена и статуя льва Аллат, а также разграблен национальный музей. Сколько в итоге потребуется денег на то, чтобы вернуть миру то, что осталось, может быть объявлено уже сегодня. Ну, пока ЮНЕСКО собрало на восстановление Пальмиры 3 миллиона долларов. Специалисты утверждают, с финансовой помощью России и стран Запада работы вполне могут быть завершены в срок.